Всем привет! С вами Russian with Dasha. Сегодня суббота, но я встала в 7 утра, чтобы поехать на удельный рынок. Это главный блошиный рынок Санкт-Петербурга, то есть рынок, на котором можно найти разные вещи, раритетные и также секонд-хенд вещи, то есть вещи, которые уже были в использовании. И что самое интересное, экскурсию будет вести главный фотограф Эрмитажа Юрий Молотковец. Я надеюсь, что я правильно произношу фамилию. Юрий — автор многих каталогов с коллекциями Эрмитажа, и он приглашает желающих на экскурсию, рассказывает об истории удельного рынка и показывает, что там можно купить и как попросить скидку. Очень интересно, скоро вам всё покажу. Чтобы попасть на рынок, надо выйти из метро и идти в сторону железнодорожной станции. Станция называется Удельная, и нам нужно вот пройти по переходу. Что нужно знать о будельном рынке? Во-первых, лучше всего сюда приезжать в субботу или воскресенье. Рынок открывается утром, и лучше всего, если вы приедете к девяти часам. К десяти здесь уже скапливается народ, и можно ходить полтора часа без толп людей, но потом, конечно, уже будет сложно подойти к какому-то киоску, который вам понравился, просто потому что вокруг него будут стоять люди. Здесь есть несколько видов прилавков. Я даже не знаю, как это назвать точно, но, в общем, есть места, которые постоянные продавцы арендуют, а есть продавцы, которые раскладывают вещи прямо на полу. Но это не значит, что вещи, которые лежат на полу, хуже тех, которые продают в лавках, ларьках. Я даже не знаю, как это назвать, в киосках. Поэтому просто нужно смотреть, гулять. Если у вас на что-то упал глаз, не спешите брать эту вещь в руки. Если вы покажете продавцу свой интерес, он сразу поднимет цену. Поэтому как бы невзначай спросите, сколько стоит. И если он скажет, например, шестьсот рублей или тысячу рублей, попробуйте снизить цену. Торговаться на рынке принято. И во время того, как вы сбавляете цену, продавец вам также сможет рассказать историю вещи, где он её взял и почему вам стоит её приобрести. Фотографии в рамочках сколько стоит? Я бы хотел их отдать по шестьсот рублей. Шестьсот рублей? Да. Если не получится, придётся мне их завтра продавать. Потом в следующую субботу. Найдёте, да, покупателя? Может быть, я сторгуюсь с кем-нибудь? Да. Вы уже такого почти человека нашли. Сколько? Шесть тысяч. Шесть тысяч. Нормально. Чуть позже покажу товары, которые купила я. Вообще, на рынок я шла просто ради интереса. Я хотела посмотреть, снять видео, но поняла, что я не смогу уйти с пустыми руками. И лучше всего на такой рынок приходить с мелкими купюрами. Пятьдесят и сто рублей. Если у вас будут тысячи, это не очень удобно, особенно, когда товар стоит, например, двадцать. Вместе с Юрием мы прошли по рынку. Он показал свои любимые точки, места, где он очень часто что-нибудь покупает. Например, в одном из киосков бабушка, её зовут Анна Васильевна, продавала свою коллекцию платков. Всю жизнь она коллекционировала платки и сейчас решила потихоньку их продавать. Я, к сожалению, не подошла потом к ней, но в следующий раз, когда я поеду, я обязательно что-нибудь куплю, потому что есть действительно интересные экземпляры. На рынке также можно купить коллекционные монеты, марки, старое оружие, есть разные старые книги, учебные пособия, очень много картин, очень много рам, и также, конечно, секонд-хенд вещи, то есть вещи, которые уже кто-то носил. Что ещё важно упомянуть? Лучше приходите на рынок в простой одежде, чтобы вы не выглядели дорого, потому что если вы выглядите как обеспеченный человек, вам гарантированно скажут высокую стоимость, но если вы наденете обычную простую одежду, то вам будет проще договориться избавить цены на товар. Будьте внимательны и не оставляйте кошельки и телефоны без присмотра. Смотрите, чтобы в ваши карманы никто не залез, и чтобы ваши сумки не были открыты. Конечно, сейчас не такие криминальные времена, как, например, в девяностые годы, когда деньги могли украсть даже из вашей руки. Да, я знаю такие случаи, когда у девушки просто вытащили купюры из руки, она ничего не заметила. Но лучше быть бдительными, чтобы прогулка по удельному рынку была в удовольствие, и вы не испытывали негативных эмоций. Также на рынке продают пирожки, горячие и холодные напитки. Если вы проголодаетесь, не бойтесь, можете попробовать, потому что именно эти пирожки каждый день едят продавцы. Почему важно ходить на блошиные рынки? Когда вы приезжаете как путешественник в какую-нибудь страну, покупать магниты, сделанные в Китае, не очень разумное решение. Поэтому я рекомендую всегда ходить на блошиные рынки, покупать старые открытки, может быть, значки, например, советского времени, или вот какие-нибудь такие приятные мелочи, фарфоровую статуэтку, или чайную пару, может быть, монетку, или набор советских марок, или какую-нибудь старую игрушку. Если вы привезёте раритетную вещь друзьям, они обязательно это оценят. И самое главное — в таких вещах всегда есть частичка души, и приятно угадывать её историю. Я обязательно вернусь на отдельный рынок за пластинками. Конечно, я не всё посмотрела. Сегодня была просто ознакомительная прогулка, но я думаю, что пока не стало слишком холодно, я съезжу туда ещё раз, и, может быть, куплю открытки, которые отправлю своим патронам. Кстати, транскрипции к моим видео и подкастам вы можете найти на Патреоне по ссылке в описании. Таким образом, вы сможете не только смотреть мои видео, но и изучать русский язык через контент и поддержите мой проект. Я всегда благодарна своим патронам за поддержку. Именно благодаря им я могу покупать новую технику или какие-то обучающие курсы, поэтому, друзья, переходите по ссылке и присоединяйтесь к нашему сообществу. Юрий, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, для чего вы возвращаетесь сюда каждую неделю на удельный рынок? Ну, на самом деле, Блошины рынки — это такая особая цивилизация, да, это территория вещей, которые как бы никому не нужны, но при этом кому-то нужны. Естественно, здесь можно встретить что-то, что находится в области твоей памяти, воспоминаний или что-то узнает абсолютно новое. То есть, это такая территория, как я говорил, Индиана Джонс — приключения, потому что мы живем в своей авиации потребления, где все абсолютно разложено по полочкам, и только на Блошных рынках можно встретить то, чего-то неожиданно. Поэтому здесь вот это меня интересует эта сторона, ну и, конечно же, меня как фотограф интересуют эти натюрморты, которые выкладывают, и иногда они выложены эти вещи так, что видишь, что это гениальный натюрморт, который не выложит ни один. Примерно две причины, почему я сюда попадаю. И давайте покажу, что я приобрела на рынке. Во-первых, такая книжка, её увидел Юрий и сказал, что мне надо обязательно её купить. Это «Прогулки по Петербургу с иллюстрациями». Очень классная книга, издание 1992 года. Смотрите, здесь можно найти информацию о Санкт-Петербурге и посмотреть красивые иллюстрации. Я думаю, что будет очень интересно читать, и если хотите, я сделаю, может быть, эфир, как я читаю эту книгу. Напишите, интересно ли вам послушать. Угадайте, сколько стоит? 3, 2, 1, 20 рублей. Дальше вот такая картина. Рама старая, здесь дырочки от гвоздей, но мне она очень понравилась. Здесь написано «Гребилиус». Надо обязательно загуглить, кто это. Не называйте меня бабушкой, пожалуйста. Чайный сервиз, и здесь ещё есть ваза с большим театром, и сзади написано «Москва». Чайная пара, чашка и блюдце, и десертные тарелки. Молочник. Молочник. И вот такой чайничек, чтобы заваривать чай. Мне очень понравилось, я не жалею о своей покупке. ЛФЗ. Ленинградский фарфоровый завод. Картина стоила 50 рублей, а сервиз? Угадайте, сколько он стоил? Подсказка меньше 100 евро. Напишите в комментариях, как вы думаете, какая стоимость сервиза? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова